И вот смотрите. Русские чем хороши? Мы же не можем сказать, что русские это самый умный народ. Далеко не так. Или самый трудолюбивый. Или самый пунктуальный. Или самый ответственный. Наши казахские националисты очень сильно их хает. А вот они такие безответственные. Они такие халатные. Они такие пьющие. Еще какие-то ответы. Да, 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 да. Это есть. Ну по сравнению с немцами, с европейцами какими-то. Но почему русские выигрывают? Почему русские не отстают во всяком случае? Потому что русские в отличие от нас, от казахов, соответственно казахстанцев, мы долбили себе, что мы великие. Лучшая наука была у нас. Просто их убили всех во время репрессий ученых. Лучшая интеллигенция у нас. Все великие люди, конечно, казахи. И вот этот бред мы впитали. И мы не видим нормальной реальности. А русские, они видят реальность. Берем даже сказки. У них нету, вот как мы сегодня сказки рассказываем, о наших великих батырах, о наших великих ханах умнейших, о наших великих ученых, которые почему-то работают то в Сирии, то в Иране, в том же, ну, Персии и так далее. Вот. И нам это нравится. А русские видят реальность. И когда их прижимает, что мы отстаем, вот у них сказки, помните какие, да, Иван Дурак, Емеля Лентяй, все. То есть это самокритика. Они могут самокритично видеть себя. Да. И тут мы катастрофически, то есть русские отстаем от Европы. Что делают русские? Раз мы отстаем от Европы, то надо взять и попросить европейцев заняться. Да. Голландцы, какие-то шведы, какие-то еще. Ребята приглашаются, притаскиваются, русские к ним ездят. И архитектура, да, инженеры, да. Образование, да. В науке, во власти кто? Опять же, это все сильно докидывается кем? Шведами, голландцами и так далее. Потом французы, влияние очень было мощное на аристократии, на французском разговоре. А потом немцы. Немцы, немцы, немцы. В принципе, какой-то период даже первые лица это были немцы в той или иной степени. Ну, 25 на 50%, на 100%. Но русские понимают, что ну что мы сейчас сами, если мы и так отстаем, значит, если мы так дальше будем действовать, мы дальше будем это отставание увеличивать. Надо взять передовых. Они передовые даже на трон садят на слой. Раз мы такие отсталые, давайте возьмем самых перспективных, самых высоких. Все. По этому пути сработали и красные коммунисты. То есть, они видели как. Понятно, что мы эту власть бьем, они наши враги, нужны ресурсы. Вот у нас есть прекрасные ресурсы евреи. Там еще какие-то народы, которые они взяли, поменяли все и национальную политику. И стали, и в принципе вышли к концу, в середине 20 века на первые позиции вместе с США. Роль евреев огромнейшая. Ну, берем опять же и сила, да. Понятно, мощь атомного оружия, мощь вообще атома, мирного, немирного. То есть, это совсем другая физика. Это квантовая механика, которая где-то ломает ньютоновскую механику. И это новшество. Если мы посмотрим бюро советские, то атомной физики, то мы бы нарушим, чтобы там были периоды очень длительные, когда там были все евреи. Там не было ни одного русского, а тем более казаха. Ну, мы так говорим, как будто в Казахстан надо евреев завести в правительство. В Казахстане, в Казахстане высшие народы есть. Настоящие высшие народы. Евреи высшие народы, высшие. Ну, извините, большинство нобелевших городов евреи. Мы смотрим на реальную науку и так далее. Вот битва, Вторая мировая война. Это, понятно, политика, это битва идеи, это экономический фактор. Берем чисто этнический фактор. Берем Германию. Это битва великого немецкого народа с великой еврейской расой. То есть, немцы поняли, что есть конкурент в виде евреев. Давайте их будем как-то потеснять, зажимать, в концовке уничтожать. То есть, евреи выжили и продолжение следовало. То есть, они выжили и европейские какие-то, и в Америку переселились, и в советские евреи и так далее. То есть, я к чему так долго говорю, что это великий народ. Немцы – великий народ. Но, извините, даже и перед Первой мировой войны они заявили о себе, почему две мировые войны прошли. И после Второй мировой войны им удалось сделать немецкое чудо и стать лидером в Европе. Берем дальше. Что происходит? Происходит в Великой Отечественной войне. Эвакуация. Казахстану неслыханно повезло. Весь потенциал, который русские столетиями тащили на территорию России, немцы, вдруг переселились к нам. Я сыну так рассказывал. Что происходит с евреями? Многие из них сильные специалисты. И многих не посылают на фронт, а посылают в эвакуацию. Куда? В Казахстан в том числе. Мы опять на халяву получили огромные ресурсы людские. Две великие нации – немцев и евреев. И третья, еще невеликая нация, приехала тоже к нам корейца. Но эта нация имела потенциал. Пускай это будет просто банальное трудолюбие или трудоспособность. Пускай это будет еще что-то. Ну слушайте, на таком фоне, как условно-этническому казаху, вообще ничего не надо делать. Как Назарбаевский анекдот. А я буду у вас полицейским. Типа так. Ну ладно, продолжайте. Это анекдот. И тут к нам корейцев привезли под конвоем насильно. Классно. Ну не классно, что под конвоем, что они мучились. Классно, что они нам достались. Это же бесценные ресурсы. Извините, что Северная Корея, что Южная Корея. Война. Северная Корея делает корейское чудо военное. Понятно, что с китайцами, понятно, что советские советники. Но корейцы вдруг сыграли в ничью против практически всего капиталистического мира, который однозначно превосходил. Южная Корея. Экономическое чудо. Бесспорное. Более того, она лидер в некоторых направлениях. То есть, это народ, который может делать чудо. Военное, экономическое, какое-то еще. И они у нас есть. А мы этот ресурс не используем. Более того, мы идиоты. Мы говорим, все, чемодан, вокзал, нахрен. Россия, Корея, Израиль, Германия. Валите все отсюда. Я всегда говорю своему народу, говорю, мы все дураки. Нам на халяву достались такие бесценные ресурсы. Мы эти ресурсы от футболя. Мы что будем делать потом? А люди умные собирают. Русские умные собирали. Немцев и так далее. Американцы умные, которые вот наши нацики все плачут. Америка, Америка. Так Америка ввела другую политику. Она всасывала себя, впитывала все лучшие народы. Представители этих народов. И евреев, и немцев, и советских. Все. Если лучше, давай к нам, давай к нам, давай к нам. Все. Откуда они такие родились? Вот отсюда. Это же не индейцы делали, не аборигены, которые всю жизнь жили в Америке. Это сделали люди, которые приехали. У них политика. Вытаскивать. А у нас разбазаривать. И мы не понимаем, что хоть экономика, хоть наука, что все пляшется от интеллекта. То есть какой-то человек, какое-то бюро, какой-то институт должен это продумать. Это открытие, эту стратегию, эти решения. А мы теперь потенциал этот разбазариваем и говорим, что-то у нас одни тупые решения. Что-то у нас все стратегии тупые. Наша правительство сделала, а жить мы стали еще хуже. Опять новая какая-то стратегия, а жить мы стали хуже. Так с чего мы будем, дорогие мои, жить лучше, если стратегия тупая? Чтобы она сработала в этих ужасных условиях, нужна какая-то умная стратегия. Но умную стратегию должны делать какие-то умные организации, умные бюро, умные институты. Но в них должны опять сидеть какие-то умные люди. А мы их выгнали. Мы казахов умных выгоняем. Все. Он не подходит под наш средний казахский, который стал уровень. Говорим, уйди нахрен, уйди нахрен такой умный отсюда. Все. Все. А он берет и уходит. В ту же Америку, в ту же Россию, в ту же куда-то. Все, да пошли вы нахрен. И уехал в Европу. Все. И мы сидим. И мы думаем, что наше богатство нет. Почему так бедно живем? У нас же вся таблица Менделеева. Если я объясняю, вы больные. Вот эта таблица Менделеева вся, которая у нас, это не богатство. Это ничто. Это ноль. Без ума. Дуракам оставили. Все обогатились. Ну, все вектора, да, которые с этой нефти, с этой газа, руды, алюминия, атома. А мы бедные почему-то. Потому что мы глупые. Мы же свой интеллектуальный потенциал сами убили. Надеждой, что теперь просто от того, что у нас есть, оно будет приносить нам прибыль. Да не будет она нам прибыль приносить. Она нам будет приносить убыль.